Испытание Фаиз Гипотеза. Новое событие. Я серьезно. Так, а здесь нам надо с Джами поговорить, сначала какое-то мини-задание выполнить. Я ни за что не смогу закончить, это похоже у меня нет выбора, кроме как уменьшить масштаб моих экспериментов. Как я объясню, это своему наставнику. Наставник, мой эксперимент слишком сложно провести. Нет, с возможности найти нужный материал, я перепробовал все возможное, чтобы создать идеальные условия для эксперимента, но потерял неудачу. Что за убогое оправдание? Я уверен, мой наставник его не примет. Может, себе стоит прямо сказать ему, что ты не можешь завершить этот проект, а затем выдвинуть новое предположение? Ааа, не мешай человеку, когда он разговаривает сам собой. А, привет, я помню вас, а вы меня? Я Джами, ученый из Амурты. А, ты кто? А, я тот самый ученый, чье предположение дважды отклонили, и который никак не мог приступить к своему эксперименту. Они прозвали меня ворчащим ученым из Академии. Ах, да, извините, и спасибо за предположение, но я почти достиг точки невозврата. Если я откажусь от этого проекта, мой наставник без сомнения заживо сдерет с меня кожу. И этим делом не ограничится, он засушит мои бренные останки и сделает из них чучело, а затем поставит его в лабораторию Амурты. На ярлыке будет написан Джами, не оправдавший надежд своего наставника. Похоже на зарождение очередной легенды в стенах Академии. Что за наставник-то может такое сделать? Ты переувеличиваешь. Стать чучелом не такая уж плохая перспектива. По крайней мере, я смогу прослужить предупреждение молодым исследователям, хоть все так от меня будет польза. Он так подавлен. Почему ты не можешь просто остановиться? Не надо заставлять себя делать то, что не по силам тебе. Это довольно сложно. Можно даже сказать, что это невозможно сделать. Я уже проводил подобный эксперимент в прошлом и даже получил некоторые приемлемые данные. А, это замечательно. Тогда тебе нужно продолжать работать над своим экспериментом. Ах, но потом все покатилось под откос. Предыдущий эксперимент имел такой огромный успех, так что Даршан начал возлагать большие надежды на мой проект. Даже наставник сделал мне несколько комплиментов. Ты справишься, Джами, я верю в тебя. Кто бы мог подумать, что этот безбрюзгливый старик способен сказать что-то подобное. Разве это плохо? Да, я был польщен их добротой и принял импульсивное решение сделать свой исследовательский проект беспрецедентно успешным. В то время наш Даршан как раз получил новое финансирование. Так что я прибыл сюда и построил лучшую из возможных экспериментальных площадок. Я использовал самый современный строительный материал и задорого купил первоклассное оборудование для наблюдения. Работая над строительством площадки, я неустанно задавал высочайший стандарт для всего. Пайман понимает, но как пройти в ресторанск и сказать прийти «Принесите все ваши лучшие блюда». Именно, это чувство меня захватило. Не успел я огляднуться, как затраты стали расти в геометрической прогрессе вместе с масштабированием моего эксперимента. Эксперимент разросся до такой степени, что я не в состоянии его завершить. Огромные затраты на поддержание площадки не позволяют привлечь помощников. Но если я уменьшу масштаб эксперимента, матры обвинят меня в том, что я не полностью использовал средства и прикарманил оставшуюся муру. Может, мне лучше сдаться, пока матры ничего не заподозрили? А перед этим я собираюсь в последний раз насладиться кушаниями в таверне Ламбада. Принесите все ваши лучшие блюда. А нас-то возьмешь с собой? Нет, нет, подожди. Ты уверен, что больше ничего нельзя сделать для спасения твоего эксперимента? Предполагаю, перейти ближе к делу. Расскажи, что тебя беспокоит. Мне нужно больше муру? Ага, эта бабочка пойдет? Посмотрим. Пойдем. Пожалуйста. Стойте не уходить. Выслушайте меня, пожалуйста. Мне нужна мура, чтобы нанять наблюдателей, которые помогут в проведении эксперимента. Если вы поможете, мне нужно больше никого нанимать. После окончания эксперимента я продам все оборудование, которое смогу и выручу. Вырученный мур отдам вам в качестве вознаграждения. А что скажешь? Ну, давай поможем. Ну, что именно делать-то наблюдателям? Этот проект направлен на исследователи исследования недостатков защиты различных существ. Для сбора данных необходимо участвовать в сражении одновременно, делая снимки. Уже это я помню. Пайман начинает понимать, почему нынче дорого нанять наблюдателей. Да, это немного опасно, так что вы не обязаны помогать. Просто не забудьте возложить несколько цветов к моему чучелу, если когда-нибудь будете проходить мимо лаборатории Амурты. Хорошо, хорошо. Мы знаем долг в сражении с монстрами, но фотографировать во время боя довольно плохо хлопота. Не волнуйся, здесь в игру вступает мое снадобие Фаис. Оно действует только в пределах экспериментальной площадки. Выпив снадобие, вы сможете почувствовать, что время замедлилось. Нет никаких гарантий, что вы можете увернуться от своих всех атак. Но, по крайней мере, у вас будет достаточно времени, чтобы подкорректировать угол перед съемкой. Пайман думает, что он имеет в виду травмы неизбежные, но, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы снимки были хорошими. Я уверен, что с вами все будет в порядке. Ваша безопасность важнее высококачественных снимков, я говорю искренне. Мы будем осторожны. Моя научная карьера в ваших руках, я рассчитываю на вас. Это, конечно, забавно, такой диалог. Победить противника в бою, чтобы получить вытяжку Фаис. Накопив достаточное количество, применяете ее. Так вы перейдете в состояние замедления времени. Использовать снадобие Фаис можно не более трех раз. На снадобие Фаис позволяет вам войти в состояние замедления времени в этом режиме с помощью приближения. Изменение угла камеры настраивается после видимости. В состоянии замедления времени вы можете сохранить изображение на экране в скриншотах. Так, обнаружите уязвимости врагов видоискателем и позволите сверхвосприятию. Используйте. При обнаружении восьми и более уязвимости станет доступно улучшенный навык сверхвосприятия. Враги обладают разным количеством уязвимостей. У некоторых есть критические уязвимости золотого света. Усиление от обнаруженной критической уязвимости. Наравно усилению от двух обычных уязвимостей. Если во время замедления вы не обнаружите ни одной уязвимости, то не израсходуйте. Короче, я не знаю, кто пишет это все, вот честное слово, но это такой кошмар. Я читаю это просто уже, я не знаю. Так, у нас тут огромное количество каждый день будет выходить. Пробные песоножки. А ну-ка. Так, обзор наград, кстати. Нам нужно будет, смотрите. Чтобы получить все, это выявите за один раз. 7 штук. Наберите 1500 очков и выявите уязвимости за одно испытание 30. Ну, это должно, по идее, очень просто. Дайте начнем. А, мне не дают выбрать персонажей, мне дают только определенные пачки. Негодяи. Ладно, ребят, так, начать испытание на столько... Подожди, а на столько отряда можно сделать? А, ну, конечно же. Какая на столько отряда, если... Так, мы должны, короче, побить их сначала, да? Получить тэшку зарядить. Ой, зря я переключился, но ладно, я уже начал это делать. Так, тэшку зарядим и... О, вот, смотрите, тэшку мы зарядили. Надо побить их сначала, чтобы побольше их было, да? Чтобы выполнить условия. Я так не понимаю. Да ё-моё, да... Нужно добить его. Вот, смотри, добили, появляется новый, да? Вот, и поэт... И теперь делаем фотку. Теперь делаем фоточку. Я это помню, помню. Ешка. Супер, да? То есть, видите, мне не нужно было... И они все сразу погибли. Ой, сейчас тэшка зарядит и зарядится. Короче, этих ребят надо сразу тоже всех перебить, чтобы появилось как можно больше. Неплохо она сражается. Тэшка зарядилась, но я не хочу ее использовать, потому что сейчас в этом смысла вообще нет. Надо побольше врагов, чтобы... О, подождите, достаточно, достаточно. Все, достаточно. Достаточно, ну, и выпусти меня. Нечисть. Да. А я не вовремя нажал. Кто-то там поднялся, да? Ну, ладно, иди, достаточно. Отлично. Нам нужно сделать еще одну фотографию. Не издеваются. Да, попустите. Так. А этого не до... Вот, вот, я не хочу фоткать. А вот сейчас буду, буду, буду. Все, поехали. У-у-у-у. А, хватит. Хватит всегда, все, смотрите. Нажимаем. Да, мы, по-моему, три условия выполняем, это прекрасно. А, мы еще не все условия выполнили, потому что у нас, по-моему, сколько нам нужно было? 3000 набрать. Это будет ужасно много, долго. Так, теперь вообще будем по откату используем, по откату используем, посмотрите, по откату. Теперь только по откату. Нам за это очки дают ведь. Есть. Дайте мне тэшку, 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 можно, пожалуйста? Вот, давайте супи, я забыл, что ульта есть. Чуть как-то не слабовато все, а с моими персонажами было бы намного легче. Мне тут уж туда надо отправиться. Ой, это плохо. Тогда делаем вот так. Вот так. Тэшечка есть. Есть кто-нибудь? Вот, отлично, и... Оп, замерли, поехали. У-у-у, бам, отлично. Ну, 2000, я думаю, мы наберем, как вы думаете? Потому что тут есть кадзуха, если что. Конечно же, в счет кадзухи мы набираем уже нужное количество, по-моему. Я надеюсь, там 2000 будет достаточно. По-моему, там было полторы тысячи. Ох, ты негодяй, а? Так, вот здесь я на самом деле... О, подождите, стыдя. О! Я не успел, это самое плохое, что может быть. Мало, мало, мало. Кто-нибудь появится? О, появились, отлично. Поехали. 13, нормально. У меня, по-моему, 15 было, если что. Так, этого маловато. Надо одному кадзу поиспользовать, я думаю. Ну все, мы уже все. Это максимум. Успел за последние секунды. Так, ребята, нахрен. 3000 набрали под конец. Ааа, последние фотографии было просто балдишь 3000. Не, ну я не ожидал, ну прекрасно, прекрасно. Так, это первый день, первый день, ребят. Второй день мы отдельным видео, конечно же, сниму. Ну, давайте сначала награды заберем. Так, описание событий. Каждый день будет открываться, да. Сегодня, чуть позже, выйдет шаблонные движения, механизмы в отдельном видео. Посмотрим, сколько я наберу там рекорд. Пока у меня 3000, это прекрасно. Не забываем пока что подписываться, писать комментарий, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотрите видео до конца и подписываться на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Ну, а я сейчас буду снимать второе. Увидимся.